Здравствуйте, уважаемые зрители. Это программа «Час интервью». Я Григорий Антимуни. Я с удовольствием представлю мою сегодняшнюю гостью. Это Алена Жукова, писательница. Писатель лучше, да? Давайте. Мы на ты? Мы на ты. Хорошо. Писатель, сценарист, издатель, главный редактор журнала «Новый свет». Что еще? Ну, в прошлом. Да, в мирное время. Да, вот тогда, в прошлом, вице-президент фестиваля кино. Да, да, да. Фестиваль российского кино, ежегодный, который мы все с удовольствием посещали когда-то. Да. Ты родилась в Одессе. Да. И половину жизни – это Одесска. Ну, знаешь, мы об этом поговорим, но как-то сегодня вот начинать разговор о Одессе вне контекста войны даже как-то, в общем, невозможно. Это правда. А ты ожидала войну, скажи? Нет. Нет, не ожидала, не верила. Но предчувствия войны, вообще-то мне свойственны какие-то такие моменты, о которых даже моя подруга Люся Улицкая, с которой я так долго в жизни дружу, и когда однажды у нас было представление, она представляла мою первую книгу, она сказала, мы, наверное, с Аленой в прошлой жизни на одной метле летали. После такой фразы она испугалась, что все журналисты за это ухватятся. Потому что она знает, что я сновидец. Мне иногда в снах приходят некоторые образы возможного будущего, которые мне тоже очень трудно объяснить. Но в 2014 году перед поездкой на Одесский кинофестиваль мне приснился правительский сон, который просто рассказал все, что сегодня происходит. И поэтому я как-то была к этому готова. В этом сне была река, которую называли Днепр, и она была вся кровавая река. Туда падала черная птица, я ее палкой доставала, это оказывался самолет, который был сбит, кстати, во время Одесского кинофестиваля, куда я поехала. И вот с этого момента я понимала, мир катится к этому кровавому Днепру и к этому кошмару. У меня было все время ощущение близкой беды. А кто у тебя сейчас в Одессе? В Одессе у меня остались друзья очень близкие, как и дальняя родня. Да. Но так получается, что я каждый день на связи с Одессой. Я спрашиваю, они мне звонят. Ты можешь вот свое ощущение, да? Одессе – это и война. Нет. И они же пишут мне, не волнуйся, у нас все в порядке. Привоз работает, солнце светит, рестораны полные. Я вчера разговаривала с Мариной Гедуляновой, Валентином Гедуляновым, художником. Все дети уехали. Я помню. Ну, конечно. Все дети уехали, царство ему небесное. Все дети уехали. Марина одна в большом доме, и она никуда не уехала. Вот там много таких людей, которые решили, что они никуда не уедут. Вот интересно, кто-то из твоих знакомых перешел на украинский язык? Да, многие. Вот это очень интересно. Да, многие. Причем я даже не ожидала. И это был какой-то внутренний такой протест. Все, мы не будем. Мы не будем говорить на русском языке. Конечно, они мне все равно пишут на русском, я им отвечаю на русском. Но я знаю, что они в быту решили, что они перейдут на украинский. Ну, а если говорить вообще о войне, что тебя больше всего поразило? Вот такая самоотверженность, патриотизм, который так демонстрирует и украинская армия, и весь украинский народ. И многие этого не ожидали. Такое единение поразительное. Или то, что происходит с другой стороны. Вот это такая черная ненависть и какая-то ничем необъяснимая жестокость в отношении к людям, с которыми вчера еще общались рядом. Или, скажем, фигуры Зеленского. Что тебя больше всего поразило? На самом деле, меня больше всего поразило действительно этот момент, когда я поняла, что в среде моих друзей одесских уже нет тех, кто выходил на демонстрации в 2014 году за то, чтобы русский мир пришел. Будем объективно говорить об этом. В Одессе были настроения очень прорусские частично. И потом, когда вот это случилось, все, прозрели. Я тогда приезжаю, конечно, глотку драла и кричала. Под кого? Под Путина? Вы с ума сошли. Какой бы ни был русский мир, русский язык, я сама человек, который в этой культуре, я в Канаде провожу эту линию. Да, но это было ужасно слушать, что они готовы. Все, это закончилось просто с первой бомбежкой, мне так кажется. Мне так кажется. Зеленского фигура меня потрясла, мне он и всегда нравился. А теперь просто, ну вот, просто мы гордимся. Мы гордимся, я понимаю, что это абсолютная противоположность этому, этой маске, этому, это живой человек, живой и героический человек. А про ту сторону, ну, это сплошная боль, потому что та сторона, это, конечно, сплошные потери. Это тоже нельзя было ожидать. Нет, нет, я не могла. Что это именно так, в такой форме. Не могла, не могла. Я не могла понять, до сих пор не могу понять, как адекватные, нормальные люди, с которыми мы пили, с которыми мы находили общий язык, с которыми мы шутили. Как они сегодня об этом говорят? Ну, хорошо. Да, думаю, у нас нет сомнений, что и Одессу не сдадут, вот, и что Украина победит. У меня нет сомнений, хочу дожить до этого момента, просто хочу дожить. Я понимаю, что это долгая история, вот теперь уже понятно, что это долгая история, потому что, когда это начиналось, чем казалось, ну, да, поиграет он в свои стрелялки, попугает и отползет. Нет. Нет, похоже, что нет. Ну, хорошо, давай тогда нырнем в твое детство. Ну, ладно, люблю. Одесса, двор, дом, да, кинематографический. Да, расскажи про это. Особенный двор на французском бульваре. Двор, вот этот, вот в этой, можно про книжку сказать? Да, конечно. Вот вышла эта книжка, давайте, прежде чем я про детство свое скажу, собственно, это книжка о детстве. Она, вот, приходит время, когда хочется рассказать и оставить что-то, что-то после себя, такое честное. Честное – это вот рассказ о детстве, о доме, о семье, о кино. И я очень рада, что вот на этой книжке есть такие замечательные слова. И Людмила Улицкая про то, что эту книгу, такую книгу должен написать каждый. Саша Николаенко, художника этой книги, который сказал, что эта книга – автобус детства. И очень для меня важный человек, слова этого человека, это Евгений Голубовский, культовый человек для Одессы, абсолютно, да. И он сказал, что это, ну, что можно еще сказать об Одессе после таких замечательных, как Олеша, Катаев. Но, тем не менее, выходят новые хорошие книги, и эта книга станет на одесскую полочку, на его одесскую полочку. И в этой книге очень много, конечно, об уникальности, вот уникальности этого двора, который сейчас уже, конечно, не тот. Но в 1929 году мой дед был одним из тем, кто строил вот этот флигель для работников кино, потому что двор находится напротив Одесской киностудии. То есть это как продолжение Одесской киностудии, это двор, задумался, там жили очень много тех, кто работал на студии. И там же и было такое уникальное место, которое называлось «Куряж». И это гостиница, в которой останавливались все. Ну вот, особо яркое впечатление у меня с детства осталось от приезда туда Высоцкого, потому что ночные концерты, милиция во дворе, скандалы и так далее. Но это было, это я помню очень хорошо. И... А детство наше проходило вот в этом заповеднике таком. И мои друзья по играм – это Андрюша Тышков, это Валера Тодоровский. Ну, он был младше нас, но у меня от него остался шрам тут над бровью. Ты, кстати, в своих воспоминаниях его называешь «Сопливый». Да, ну так его и называли «Сопливый Валерка», который к нам взрослым лез, потому что мы все время всякие там театральные спектакли разыгрывали. Он был малый, мы его отгоняли. Он за это вот там стил, лично мне вот он запустил камень, разбил мне. А потом мы, когда с ним встречались, как говорится, после 20 лет после детства в коридорах Одесской киностудии, он говорил, покажи мне этот шрам. Я ему показывала. Вот наше детство проходило так. Ну, и я в этой книге вспоминаю много о Кате, о жене Ташко, о Кате Савиной. Она была большая подруга моей бабушки. Правда? Приходила, в платочки повелась ему окой, она говорила. А ты знаешь, извините, я тебя перебью. Вот ты там пишешь, что вот там дядя Петя Здоровский, да, значит, кто там... Тетя Кира Муратова. Да, тетя Кира Муратова и, значит, тетя Катя Савина. Вот она из всех этих меня больше всего интересует, потому что такая колоссальный талант, да, колоссальный. И такая судьба. И в кино неудачная, да. Ну, удачная, все-таки. Кроме этого фильма, да. Можно сниматься 30 фильмов, и тебя никто не знает. Можно сняться в одном, и тебя узнала вся страна. Конечно, да. Ее помнят. Фрозит Бурлакова. Фрозит Бурлакова навсегда. Ну, я напомню просто, речь идет о фильме «Приходите завтра». Ну, что же ты тут не сплясала? Тут это совсем ни к чему. Благодарю вас, Оленька Васильевна. Стойте. Может, вам чего-нибудь из громкого спеть? А ты еще громче будешь? О-о-о. Когда я у себя в клубе выступала, в правлении слышно было. Ну, горло дратит, дело нехитрое. Это каждый может. Скажете, каждый? Совсем не каждый. Меня одну в район на осмотр выделяли. А что ж ты делала в районе? Че делала? Пела. Че ж делала? И не ругали тебя? Наоборот, хвалили. Ну-ну-ну. Так уж и хвалили. Не знаю. Восхищались. Че ж? Скажете, не подхожу я. Нет, не скажу. А тогда осталось, подхожу. И Евгений Ташков, дядя Женя, и его... Режиссер этого фильма. И его сын Андрюша. Вообще, вот, жили какое-то время в этом дворе. Ну, все-таки, да, и это жуткая смерть в 43 года. Да, это да. Да. Она была удивительна. Ее никто не воспринимал как актрисой, потому что это ее часто можно было видеть на лавочке. Вот она к бабушке заходила, они там часто на кухне сидели. И мне жаль, что я просто оттуда смывалась, от этих разговоров ничего не запоминала, просто убегала. А Шукшина ты помнишь? Да. Я не помню, но я помню легенды, связанные с Шукшиной. Я не помню, я в книге об этом писала или нет, вот честно. Но бабушка... Да, писала, писала, точно. У нас была легенда семейная, как бабушка, как она говорила, извините, сраной метлой Васю из нашей квартиры гнала. За что? За то, что он приставлял к Семиной, к актрисе. Тамару Семиной. Да, Тамару Семиной. Потому что на ее глазах она этого безобразия бы не... не позволила. А он действительно останавливался у нас. У нас много кто в квартире останавливался. Они с дедом моим, этим Егорским, к Василии все просто так... Деда звали Василий. Василий, да. Я о нем тут много пишу. Да, да, да. Ну, в общем, скажем так, не очень симпатичный персонаж. Не очень симпатичный персонаж, царство ему небесное, конечно, никакой там большой сейчас обиды нет, но это была тяжелая жизнь. Тяжелая жизнь с ним, с красным комиссаром, с этими штанами буденовскими, господи, прости, с саблей и так далее. И алкоголик. И бабушка ему сказала, только через мой труп эта квартира станет коммунальной. Он привез... Это я помню историю. Это вечная борьба за квартиру. Большая квартира на Французском бульваре. Три комнаты. Никто так не живет. Все живут в коммунах. Но он же партийный работник. Ну и как партийный работник, он привел Розу Марковну и сказал, она будет тут жить. Я бабушка сказала, через мой труп. И все. Знаешь, вот самый загадочный персонаж в твоей семье – это твой отец. Да. Для меня тоже. Я ни разу его в жизни не видела. Я так и понял, что, в общем, кроме факта рождения, он никак не отметился вообще в твоем жизни. Он был сценарист? Да. Это правда, да? Это правда. И приехал как раз писать сценарий. У меня остались записные книжки с этим сценарием. Ну, какая-то ерунда там. Я даже не могла понять ни сюжет, ничего, но мелким почерком. Возле него, я так понимаю, что приехал он на студию вместе с Акуджалой. Потому что каким-то образом это имя возникало в семье. Ну, и легенда вокруг него, что он внук Айвазовского. Ну, конечно, вот это… Ну, я ничего не могу по этому поводу сказать. Он что-то армянский был? Да. Айвазян его фамилия. А-а. Ой, не его фамилия, Пахознякян его фамилия. Пахознякян. Да, он абсолютно… Он такой Грегори Пек, очень красивый. Но я его увидела только на фотографиях. Твоя мама тоже работала в кино. О, да. И, в общем… Заслуженный. Да, и ее, можно сказать, руками. Тогда это в прямом смысле, да? Да, да, да. Были, в общем, сделаны несколько таких… Знаменитых. Знаменитых фильмов. Знаменитых фильмов, да. Да, мы их вспомним. Это «Чародеи» и «Приключения электроника». Ковров? А вы даже к празднику не соизволили переодеться. Да, здорово. Дорогие друзья! Позвольте вам представить моего будущего мужа. Аполлона Митрофановича Сатанеева. Надеюсь, вы все его достаточно знаете. Нет. Как вам это нравится? Все. Пошли. Ванечка, пошли. Ну, нет. Вот теперь я никуда не уйду. Слышите? Вот теперь я никуда не уйду. Правильно, Ваня. Еще не вечер. Еще часы не пробили. Можно начать? Смотри-ка, Пифагоры запомнил. Точно. А вы, крапиво ляпнули. А Пифагория со мозгом мы достоверно знаем немного. А именно то, что жил он в шестом веке до нашей эры и основал математическую школу. Доказательства первые. Метод сложения. Метод разложения. Метод укладки паркета. И, наконец, стол невесты. А теперь позвольте привести решение вчерашних задач. Маму я помню только исключительно в кино. Практически дома. Она была монтажером. Она была монтажером. И она была настолько предана кино. И это при слове перезапись, перемонтаж, экспедиция. Вот это вся была моя жизнь. Мамы у меня не было. Да зато у меня было кино. Потому что я могла всякий раз, она меня брала на студию. А поскольку это близость невероятная. То есть вся как-то жизнь была вокруг кино. Жизнь моего дома. Но в тот момент, когда я сказала маме, что я хочу в кино, мама, как моя бабушка, сказала, только через мой трус. Все. Бабушку звали Евдокия. Бабушку звали Евдокия. Но они не хотели, чтобы я приходила в кино. Потому что каждый из них понимал, какой это сумасшедший труд. Даже не просто труд, это безумный мир. Просто безумный мир. Но, естественно, я туда хотела. А ты все-таки пробралась? Потом, да. Не напрямую? Да, сначала меня мучили, да. Долго мучили и учили музыки. Мне купили пианино. Это было просто ужас. Для меня это было ужас. Я не стремилась играть. Я не стремилась играть и не любила это дело, пока не попала в Питер. И там у меня началась, конечно, другая жизнь. А если бы я не попала в Питер и не попала в эту среду, которая в книге описана, это Ирена, это весь андекраунд, это известнейшие художники, поэты, это Леня Аранзон, это... И мне было тогда 16 лет. Замечательный поэт, кстати. 16 лет. И я это впитала. И тогда уже с этим багажом я приехала в родной город, в родную студию. И тогда я уже могла щеки надавать, я уже много чего понимала. И, собственно, благодаря этому Бромберг меня заметил, что я умненько что-то говорю. Когда я сижу в монтажной мастерской, расписываю пленку, еще где-то я там комментирую. И он поэтому пошел к директору Одесской киностудии, к банду, и сказал, у тебя там сидит девочка, которая должна работать в сценарной коллегии. Ну и вот. Но ты сначала работала музыкальным редактором. Музыкальным редактором. Но все равно это сценарная коллегия, как музыкальный редактор. И как ты дошла уже до сценарных дел? Ой, всегда хотелось писать. Я еще не понимала, я боялась этого, боялась в себе желания писать. И потом я знала, нельзя использовать служебное положение. Если ты редактор, то сиди редактором. У нас было несколько редакторов, которые, да, Ватя Решетник, Женя Рудович, но они уже как-то так себя... Ну, то есть они уже когда-то давно писали сценарий, а тут я со своими какими-то рубками, потугами. Но началась перестройка. Все вот эти вот истории использования служебного положения, неслужебного и так далее. И я тогда уж поняла, да, вот теперь мне надо попробовать. Хотя я прекрасно поняла, что у меня не хватит сил и неумения. Хотя меня там в Авгик отправляли, и я там какие-то курсы проходила. Но сама идея «Дикой любви», которая возникла вот этого первого моего фильма, с которым, кстати, я первый режиссер, к которому я обратилась эта идея, это был Шах Назаров. И надо было найти все-таки сценариста, который вытянет этот сценарий. Потому что я тогда понимала, что я не вытянула. Хотя заявка очень понравилась. Велен Новак захотела это вообще у наших у друг и так далее. Дикая любовь. И мы нашли Юру Короткого. Он прекрасный. Он уже тогда был известный сценарист. Он приехал ко мне. И мы вот так вдвоем, сидя в комнате, это был мой первый опт. Практически с утра до вечера в одной комнате мы сидим и пишем сценарий. Это было очень здорово. Это было прекрасно. Ну, а потом пошел «Зефир в шоколаде» уже с Шурой Павловским. Да, с Шурой Павловским, помню. Он тоже сидел напротив меня. Мы тоже в той же комнате сидели, писали сценарий. Это самое золотое время вообще. Мы учимся в Советском Союзе. И вы? В университете Патриса Лумумбы. Потом произошел путь. Ваш или наш? Наш. Но, слава Богу, произошла великая революция. А, сначала путь, а потом революция. Запомните, путь – это неудачная революция. А революция – это удачный путь. Это вы сами придумали? Это, так говорил ваш покойный отец. Так это что, ваш герб? Наш герб. Вот этот самый герой, Черный Вася, да? Вася, да, Зайц. Вот, да, я помню его хорошо. Значит, и он становится королем, значит, загадочной этой страны в Африке, которая называется Факинляндия. Факлендия. Факлендия, да. А, Факлендия. Это что, сегодня это звучит не очень, скажем так. Ну, тогда все можно было, да? И тогда все можно было. И, опять же, это же действительно время свободы, когда у нас развязались языки и так далее. И там прекрасно есть фразы и про путь, да? Который… Что такое революция? Удавшийся путь, что такое? Путь – это неудавшаяся революция. И там, когда они сидят и все поют «Ридномат» и «Моя». Прекрасные черные парни. А тебе в режиссуру не хотелось? Не, не в актрисы, не в режиссеры. В актрисы. Актеров у нас… Опять же, потому что в доме очень много было вот это сконцентрированное киношное братья, которые все время после худсоветов «пойдем к Алене, переходим улицу, идем ко мне, сидим». Режиссеры несколько снисходительно относились к актерам. Ну, это как бы как братья наши меньшие по разуму, понятно. А режиссеры… Ну, вот так, режиссеры, они говорят. А режиссеры для меня были всегда люди… Режиссер – это не профессия, это мировоззрение. Либо тебе Господь дал. Так же, как талантливый музыкант. Либо Господь дал, или тебе Господь не дал. И как бы ты ни был профессионален, если он тебе не дал дар, то и не произойдет большой режиссер. Ну, так мне казалось. Скажи, пожалуйста, почему… Вот ты как, как ты думаешь? Почему за всю историю кино не было ни одной гениальной женщины-режиссеров? Шипитька. Для меня Шипитька – это большой режиссер. Ну, она не стоит в этом ряду. Хичкок, Бенюэль, Антониони. Я про этот ряд говорю. Ну, это старый ряд. Вот сегодняшнее поколение женщин-режиссеров… Вообще мир-то изменился. Ну, мир изменился, да. Когда я работала, у меня тоже была такая ситуация. Я очень любила с женщинами работать режиссерами. Они быстрее ловят как-то. У меня была Лена Николаева, которая по сей день недавно сделала «Цыпленок жареный». Вот это очередной ее сериал. Она мощный режиссер. Наталья Матузская – это украинский режиссер. Я с ними любила работать с женщинами. Наташа с бандутой и так далее. Но когда я на студию пришла, действительно, это были единицы. Как-то в режиссерскую профессию. То ли их не то, что там не пускали, но как-то так снисходительно, наверное, тоже относились. Мне кажется, сейчас мир изменился. Сегодня женское кино. Так же, как женская литература. Извиняюсь. Дает фору. А ты знаешь, что такое женское кино? Что такое женское кино? Нет, ну, женская режиссура. Да. Женская. Ну, если женская режиссура, значит, есть женское кино. Нет. Нет. Это не женское кино. Это просто хорошее кино. Я тоже говорю. Не бывает женской литературы. Бывает хорошая и плохая литература. Если писатель хороший, и она женщина, то это будет не женская литература. Ну, она свое гендерное вносит в это. Ну, как-то не... Ну, вносит. Ну, вносит. Да, вносит. Но это... Все равно, так как напишет женщина, так не напишет мужчина. А может быть, время обратиться к тому, что и анализировать этот феномен. Я не говорю, лучше или хуже, да. Но вот я где-то встретил такое определение забавное, что такое женское кино. Это когда героиня весь фильм изменяет своему мужу, а в финале он просит у нее прощения. Спасибо. Слушай, сегодня столько этих сериалов, где и женщины, и не мужчины, они все делают просто плохое, которое можно назвать женскими, неженскими, я не знаю. Но такое впечатление, что все. Все прекратилось. Кроме боевиков, где тоже все время какая-то навязчивая линия, идиотская совершенно. Я по-прежнему смотрю российское кино, ну, потому что я много жила в этом, да, наверное, и тут, когда я жила, все время приходилось отсматривать, интересоваться, потому что был фестиваль российского кино и так далее. И я не отошла. Но мне кажется, что оно деградирует. Как-то мощно деградирует. Я не могу понять, что происходит. Может быть, это общая деградация. Ты говоришь про российское кино? Ну, мне трудно, в общем, трудно сказать, хотя, в общем, появляются интересные имена. Единичные. Единичные. Ну, они всегда были единичные, да. Хотя были такие периоды, например, вот послевоенные, да, когда целая плеяда, да, выстрелила. Да, да, да. Это тоже было. Но это, наверное, вот такой заказ времени, что ли. Сейчас, может быть, его нет, учитывая особенности сегодняшней России. Ну, хорошо. В Канаде ты 30 лет, да? Ну, еще не 30, но скоро. Почти, да, почти. А почему вы уехали? Все побежали. И я побежал, называется. Ну, действительно, в этот момент тяжелое время, 90-е годы, да. И мне очень не нравились процессы, которые стали происходить. Даже тогда? В кино. В кино. В кино. Я на студию. И моему мужу стали... А муж мой программист. И мы прекрасно понимали. А еще авантюризм. Просто здоровые люди. Все едут. А почему? А давайте попробуем. И мы попробовали. У меня как раз тогда вышла Дикая любовь. Кто это? Я тебе сейчас объясню, кто это. А ты откуда взялась? Я тебе сейчас все объясню. Пусти, пусти, не трогай меня. Думаете, медленные, она и Шимон поймаю. Это моя знакомая. Это моя знакомая. Я тебе скажу знакомая. И я никогда не забуду. Мы приехали на премьеру в Киев. И там посол Канады был. Может быть, он не главный посол. Кто-то из дипломатического корпуса подошел ко мне и сказал. Поздравляю, хорошее кино. А у меня уже тогда мысль крутилась. Потому что мы уже начинали оформлять документы. Я говорю, я вот собираюсь в Канаду. Он говорит, замечательный выбор. И мы буквально эти документы получили чуть ли не за месяц. Вот мы приехали на интервью и получили. Еще нас упрашивали. Я говорю, Юра, как-то странно. Чего ты нас упрашивает ехать? Может, у них все так хорошо? Почему нас как-то так? Ну, видимо, это была отдельная открытая квота для украинских, для украинцев. Вот мы приезжали, и очень быстро проходила эмиграция в Канаду. Это был такой, а давай попробуем. И мы попробовали и оказались в Канаде. И в тот момент, когда мы оказались в Канаде, первое, что я сказала, я еду домой. Потому что я выпала из своего лукошка. В этот момент как раз шли мои фильмы на фестивалях. Мой кинотавр, любимый, мои там все тусовки. А я приехала, и где я оказалась? Ну, как все мы, многие оказывались, в Вейсменте. Без понимания того, что дальше делать. Явно накрывается кино. Явно я тут не буду работать в кино. И печаль, большая, большая печаль. Чего не сказать о моем муже, который очень быстро нашел работу. Ему все это нравилось, моей дочке все нравилось. Не нравилось только мне. Я сидела и страдала. Но ты стала писателем? О, но я же не сразу стала писателем. Сначала я долго ныла. Спасибо Людмиле Евгеньевне, Люсе, дорогой, которой было не все равно, чем я тут занимаюсь. И она написала письмо мне. Я ответила, сказала, Люся, плохо. Люся сказала, а тогда... Плохо именно из-за потери вот... Да. Она сказала, а тогда я тебе помогу, сказала она. И познакомила меня с замечательными людьми. Соней, Вадиком Бутянским. Которые знали Иосифа Фегенберга, нашего замечательного документалиста. И эта вся, как говорят, тусовка опять ко мне вернулась. Я с Иосифом работала. Первая история, которая у меня вернула веру в себя, это был с ним сценарий «Essential part of the face» по Гоголю, по носу. И я получила, и он получил, мы вместе получили сценарный грант. Могла состояться картина, но она там потом не стояла. Но это же было замечательно. Я получаю государственный грант на написание сценария. А это первый год в Канаде или второй. В общем, короче говоря, я поняла, не все так плохо. Тут тоже. А потом я просто поняла, я хочу реставрировать то кино, которое я потеряла, ту жизнь, тут. И поэтому запустился кинофестиваль. Да, хорошее дело было, кстати. А писать я начала уже вот... Ну, просто потому что хочется писать. Сценарий я понимаю либо на английском, либо никак. И я написала первый рассказ, который по-прежнему я считаю лучшим. Ну, многие считают лучшим. Ну, не знаю, лучшее, не лучшее, кому-то это нравится, кому-то другу. Но это был рассказ мадам Дуберштейн. И я его отправила Люсе. И Люся сказала, инструмент есть, надо работать. Все. И вот с этого момента я как бы начала писать. А потом появился журнал. Такой удивительный для... Да, он не так просто появился. Сначала появилось то, что книга... До журнала. Ведь до журнала стали выходить мои книги в России. В Эксму. Ну, да, да. И имя уже так стало на слуху. Ну, и поэтому, поэтому некоторые важные люди, сидящие в российском консулате... А, это уже интересно. ...решили, что надо выбрать человека, который будет делать такой журнал. О том, что нужен такой журнал, видимо, у них там... Случилась эта история. И в голове. И мне сделали такое предложение. Возглавить. Это я не знал. Это вербовка. Это настоящая началась вербовка. При том, что я тут же сказала, нет, я не буду этим заниматься, потому что до этого у меня уже был жуткий экспириенс с журналом «Наследие». По сей день, как бы, я с содроганием об этом вспоминаю, потому что там целая история была с тем, что я очень хотела сделать такой журнал. Я общалась с теми, которые были близки к церкви, и с Марией Николаевной, и так далее. И мне хотелось... А в то время в моей жизни уже появилась Наташа Сёмина. Мой замечательный друг. Удивительный человек. И она была редактором в издательстве Никиты Сергеевича. «Сибирский цирюльник». И как-то все вместе так складывалось, что вот у меня есть такая опора. И такой журнал, как «Наследие», как исторический журнал, с очень многими серьёзными вопросами такими, он должен существовать. Но не сложилось. Я сразу поняла, что вокруг этого журнала будет очень сильная прэша, давление некоторых сверху, вот тех вот этих вот служб, которые вообще-то окормляют, как я говорю, русскую церковь, которые там топчутся. Именно церковь? Да. А какая связь? Потому что это был… «Наследие» – это был журнал, близкий к церкви. Он вышел, там была нехорошая история, я сейчас не хочу все имена, фамилии упоминать, но, короче говоря, мне пришлось уйти из этого журнала. И поэтому, когда поступило предложение создать литературный журнал, всё время возникало там, наверху, желание иметь такой орган, да, вот печатный орган. И в основном со мной ввёл разговор, и вот тогда Гиренко был второй вице-концент. Да, он очень интересный человек, он очень непростой, дипломат настоящий, хороший. И он мне сегодня говорил, «Алён, не волнуйтесь, мы не будем никак вам диктовать контент этого журнала. Всё, что вы хотите, вы там будете публиковать». Это всё было так странно, я думаю, что это просто так мне будут деньги давать? Ну, так оно потом в результате и вышло. Первый номер «Нового света», вот я хочу показать сейчас этот журнал, да, это последние два номера. 4 июля мы отметили 9 лет, в следующем году 10 лет журналу. Но когда мне это предложили, я не очень хотела. А им хотелось меня. Вот я не понимала, почему именно меня. Многие хотели бы возглавить этот журнал. У нас есть достаточно много пишущих, интересно людей тут. И журналистов известных. Кому не хотелось? И главное, обещались большие деньги. Собственно, на первый тираж. Потом «Аэрофлот» как бы спонсор. Всё это как бы, ну, в общем, грандиозный проект. Я понимаю, что бесплатный сыр только в мышеловке, да. И потом, не то, что я там чувствовала, этого не дошло. Просто всё очень быстро развивалось. Мы в 13-м году в конце выходим, в 14-м году начинается то, что начинается в 14-м году. И я практически устраиваю димарш в момент презентации этого журнала. Когда меня спрашивают, ну, вы, конечно, Аленочка, опять поедете на Московский кинофестиваль. А я туда ездила ежегодно. Потому что уже мы собирались делать фестиваль российского кино тут. И тут я говорю, что я не поеду на Московский кинофестиваль после Крыма. Я поеду на Одесский кинофестиваль. Всё. С этого момента я поняла, не будет ни финансирования журнала, и закроется наш замечательный фестиваль. Финансирование фестиваля российского кино тоже. Но это не только потому, что из моего Димаша. Вообще жизнь так сложилась. Ушёл прежний дипломатический корпус. Всё. Программы многие, которые тут. Только, я так понимаю, всякие руссотрудничества, ещё деньги какие-то получали. Получают ли они сейчас тут, на развитие своих людей в погонах, это я не знаю. В общем, ты так получил, что удачно из этого дела выскочила. Удачно выскочила. Но, конечно, денег нет. И я просто сказала своей команде, всё, ребята, уходим. Но у меня такая замечательная команда. У меня есть мой зам, Миша Спивак, он публицист. Он, кстати, в «Дилетанте» его часто публиковали. Он живёт в Виннипеге, и он держит этот журнал, вот просто он такой, держит его. И он сказал, никуда мы не уходим. Ну, благодаря тому, что у меня есть дизайнер чудесный, Настя Кондратьева есть, художник Ульяна Колесова, которая просто нам создала лицо нашего журнала, да. И все люди работают бесплатно. Все только потому, что существует этот журнал. И очень много авторов к нам хороших пришло за последнее время. Просто очень много. И есть премия Хемингуэя журнала «Новый свет». Но из экспертного совета после войны ушли люди из России, потому что они мне честно писали, «Алёна, убери нас, потому что мы не знаем, чем это закончится. Вы, иностранная СМИ, нас в любой момент могут объявить этими иностранными агентами. И мы, естественно, людей убирали из экспертного совета». Стало таким, наверное, единственным русскоязычным, который охватывает и Россию, и эмиграцию. Это уникальность. Это уникальность. Ну и плюс имена достойные. А сейчас, когда началась война, с 24 февраля, группа в Фейсбуке «Нового света» журнала начала «Дневники войны». И это был, конечно... И он всё время идёт, и всё время она прирастает. И, соответственно, по материалам этой группы вышел этот номер. «Новый свет», «Дневники войны». Я бы, знаешь, хотел затронуть одну тему, которая, в общем, я понимаю, для тебя такая очень болезненная. Но всё-таки я хотел бы об этом, если ты позволишь. Ну, попробуем. Ты тяжело заболела. Да. Ну, скажем так, это у тебя когда-то там, да, сколько-то там, лет 10 назад. Когда у тебя была онкология, ты думала, что ты избавилась от этого, и вдруг тебя настигло. Через 10 лет, да, это были метастазы. Да, уже очень тяжёлая форма. Да, да, сразу в четвёртой стадии. Да. И тебе сказали, в общем... В 19-м году, в декабре, 17 декабря 2019 года, мне сказали, что мне осталось жить максимум два года. Максимум два года. Вот обычно, когда... Ну, обычно, вот те ситуации, когда я знаю, с людьми происходят такие истории, ну, ведут себя по-разному, но в целом они проявляют, прежде всего, какую-то заботу о тех, кто останется. Вот надо сделать это, надо написать это, это положить сюда. У тебя было такое? Да, у меня и по сей день такое есть. Это надо сделать, чтобы долгов не оставалось, да. И, может быть, то, что меня и в первый раз спасала эта история с писанием, да, потому что 10 лет назад я начала писать. То есть, когда мне... Ну, то есть, чуть раньше, но книжку сложить... Вот когда мне первый раз поставили этот диагноз, сказала, я уйду, а книжки не будет, всё это будет вот так вот выразить. И вышла книжка. А потом вторая, третья. И как-то я даже вот это... Сейчас, когда мне это сказали, я сказала так. Надо повторить. Надо повторить. И внутреннее ощущение, я не верю. Я не верю. Это мне и в первый раз помогало, и в второй раз помогало. Я понимаю, что объективно, я же не идиот, я всё понимаю. Да, показывают мне снимки, показывают мне... Но, слава богу, я в Канаде. Слава богу. Тут они замечательно могут ну, просто продлевать без мучений жизнь. Вот насколько продлевают, настолько и ура. Просто, чтобы не сидеть и не мучиться по этому поводу, что надо сделать? Убежать. Убежать в этот внутренний придуманный мир, который меня спасает, который меня спас тогда, и теперь он меня опять спасает. И за это время у меня вышли две книги. «Страшная Маша» в СТ и вот всё, что помню в Киеве. Я, ты знаешь, для себя придумал такую историю, что вот в это дело вмешалась вот твоя «Страшная Маша», которая на самом деле совсем не страшная, она очень добрая и справедливая. И вот она тебе помогла. Может быть, да, когда я писала сейчас «Страшную Машу», при том, что, конечно, книжку… А, кстати, я ещё и продолжение вот этой «Страшной Маши» тоже пишу. И она, да, она меня… Любая вот такая вот работа, которая даёт уйти из этого мира в придуманный мир, она помогает. Я всё просто не думаю о том, где я нахожусь, как. Это всё хорошо, если я не мучаюсь, если боль не убивает. Сначала было очень больно, просто действительно я уже думала, что это всё. Но слава канадской медицине! Действительно есть препараты, которые меня просто восстановили. И сейчас каждые три месяца я узнаю, и когда я слышу «Nothing changed!», ничего не изменилось, никуда всё не разошлось. И я понимаю, мне дали отпуск ещё на три месяца, и надо эти три месяца как-то прожить достойно. Знаешь, вот во всей твоей истории меня одна вещь поразила, просто лично, то, что ты совершила такой, ну, своего рода каминг-аут, да? Об этом, о твоей беде, скажем так, да, узнали все. Ну, собственно, я пошла по пути Люфи Улицкой, которая про это вообще целую книгу написала. Ну да, да, да. Потому что это может помочь кому-то. Вот эти истории... То есть ты не искала поддержки, да, вот в этом? Нет. Я хотела, чтобы... В чём был всё-таки этот месседж главный? Главный месседж, чтобы люди, не бойтесь. Слушайте, мы все смертные, да? Ну, не бойтесь даже приговоров. В тот момент, когда тебе говорят, твоё время ограничено, просто в это время используйте его по максимуму. Вот и всё. И люди, которые видели, они говорили, ой, как... Это пошло... Не падайте духом. Конечно, падаешь, душа. Конечно. Конечно, понимаешь твоё... Но ты всё равно не веришь. Человек нормальный, не может поверить в то, что он умрёт. Ну, просто потому что смерть, она несовместима с сознанием, да? Это невозможно, да. Смерть понимается только окружающими тебя. Это совершенно верно, да. Ты сам не знаешь своей смерти. Поэтому, ну что вот... При этом это может помочь людям, просто людям, которые испытывают то же самое. Мне уже очень многие писали. Вплоть до того, а что вы принимаете, и так далее, и тому подобное. Как вы с этим боретесь, как вы вообще... У меня два рецепта. Ну, хорошо, хорошее лекарство, да, спасибо. И уходить от мыслей, просто убегать от мыслей о смерти. А ты вот за этот период, да, вот почти шага туда и возвращения, ты что-то в себе открыла? От себя, ты в человеке. Ну, я открыла, что я, наверное, легкомысленная человек. Что я до конца не могу, мордой об стол, и все равно я жизнелюб, я очень люблю эту жизнь, я очень хочу жить. Я еще хочу чего-то там еще написать, сделать и так далее. Ну вот. Да, все получится. Я надеюсь. Во всяком случае, врачи пока с прогнозом. Я уже пережила их срок. Поэтому вот будем надеяться, что и дальше так пойдет. Ну, в общем, дайте бог, и пусть Маша будет рядом. Да, Маша будет рядом, я о ней не забываю, я ее пишу дальше. И я рада, что... Я очень рада, что вы эта книга вышла. И у меня есть надежда, что она еще и выйдет в Россию. Еще одну тему я хотел бы с тобой затронуть, возвращаясь к войне. Ну, мы не политики и не какие-то военные там эксперты, но об одной теме мы могли бы с тобой поговорить, очень важной и сегодня ставшей довольно острой, актуальной, скажем, в Украине особенно, соотношение и роль русской культуры, особенно русской литературы и Украины. И вообще, возможно ли использовать культуру агрессора у себя? Сейчас просто очень острый период, и я думаю, что, как говорят, да, в доме повешенного не говорят о веревке. И поэтому вся история того, что переименование улиц, все-все-все-все, переход на украинский язык, глобальный, запрещение русского языка, хождение и так далее, это сейчас очень острый момент. Я не тот человек, который изначально, изначально для меня, как говорят у нас, в Одессе были две большие разницы, русский язык и русская культура, и Путин со всей его... Ну да, это такая, да. И поэтому Одесса, которая на столько процентов русскоязычная и так далее, просто мне канадки, да, уже я могу сказать, что я канадка, то мне изначально казалось, что все пошло не так, неправильно немножко. Конечно, должны были существовать полноценные два языка, особенно на тех территориях, которые были в Северо-Родине. Это было законодательно, как у нас, английский и французский. Мне казалось, что не надо подливать масло в огонь, не надо запрещать, не надо обзывать российские, русскоязычное население меньшинством. Ну, то есть какие-то, какие-то очень, как мне казалось, неправильные шаги. Это довольные? Да. Тем более, а сейчас так тоже, вот, не времени. Слушайте, это деньги. Даже переименование у улиц, это тоже деньги. Правильно? Ну, наверное, да. С нос памятников это тоже деньги, извиняюсь. Вот не надо сейчас, не время. Это все подливает, это все дает им почву, им, врагам. Почву говорить о том, что одуревший украинский национализм, всякая эта все ерунда. И мне будет бесконечно жаль, если в Украине перестанут выходить русскоязычные журналы. Журнал «Шоу», журнал «Южное сияние», я с ними вот сотрудничала с «Южным сиянием». Не будет выпускаться книги на русском языке. Вот спасибо, «Дургарский двир», Олега Федорова, вот выпустила книгу. А что будет дальше? Сможет ли он выпускать книги на русском языке? Я не знаю. Кстати, сейчас Украина пойдет уже все, она кандидат в Евросоюз. И вот интересно, как возникнет опять. Дай бог Украине выиграть это все. Просто, чтобы не осталось... Но потом, когда Украина пойдет в Евросоюз, там возникнут вопросы языковые для меньшинства, или там, как говорится, там это все будет... Потому что Евросоюз и толерантность европейская немножечко сыграют роль в моменте, как мне кажется. Ну, еще мне кажется, что есть некоторая как бы переоценка вот роли, да, вот этих вот культурных... Да, это безусловно. Для меня ничего страшного, если там не будет Толстого и Достоевского в программе. Я вас умею. Абсолютно согласен с тобой. Будут... Я вот недалеко вчера в интернете нашел на эту тему там такую бордую дискуссию, и там один, значит, человек написал довольно забавно. Он сказал, вообще проблема России в том, что страной, родившей Шостаковича, управляет человек, который слушает любе. Как будто... Как будто... Решение... Ну, это забавно, да? В общем, такой взгляд. Вот. И... Но, с другой стороны, это очень наивно считать, что человек послушает Шостаковича и станет другим. Нет. Увы, нет. И я на эту тему когда-то говорил с Геей Кончелли. Ага. Вот. И я сказал, что вот ваша музыка сделает человека умнее, добрее, лучше. Он сказал, что такое Кончелли после Баха, Бетховена, Моцарта. Которые тоже... И человек, который вышел после моего концерта, способен на все, на что вообще способен человек. Так же, как прочитав книгу. Ну, да. Никто не... Воспитывает... Я сейчас даже не знаю, что по-настоящему... Как могло случиться так, что те люди, которые сейчас в России, их такое количество, как они могли опуститься до этого уровня? Что? Где? Где прокол воспитания? Мы можем сказать, ну, все пропаганда, да, все пропаганда. Их зомбировали и так далее. Частично это правда, я думаю, но не полностью. Но не полностью. Вот ты сказала о двуязычной Канаде, но, скажем так, в любых таких представлениях о будущем, ты можешь такой увидеть Украину? Как Канаду? Свободная, развивающаяся и имеющая два языка. Я бы очень хотела такую ее увидеть. Свободной, развивающейся и говорящей даже не на двух. Нет, ну, если говорить о... Ну, да, основных. Да, почему нет? Я не вижу в этом проблемы. Ну, может, потому что я действительно человек, который вот писал на русском, жил на русском. У меня есть даже в этом журнале маленький рассказ, который называется «Мой украинский». Как я его не учила и как он меня не трогал. Но он к тебе пришел. Он ко мне пришел. И с какой любовью он ко мне пришел. И как я... Я прекрасно помню наши худсоветы на детской киностудии и наши поездки в Держкино. Когда мы все говорили на украинском, потом выходили в коридоре и делали так... И переходили на русский язык. Все. Да? Все. Это наша природа. Это тоже наша природа. Это вторая наша природа. Еще ты написала о детях сегодняшней Украины. Написала, что они ничего не забудут и ничего не простят. Это да. Я помню этот пост. Да. Я помню. Тоже я обратил на это внимание. Что значит ничего не забудут и ничего не простят? Ты считаешь это навсегда? Я считаю, что это... Как в этих... Знаете, как в народном эпосе. Да? В каких-нибудь эпосах народных. Так образ этого страшного дракона, у которого будет лицо Путина, да? И России. Так он будет передаваться. Так оно и будет. Месть за отца. Я боюсь, что так оно и будет. Месть за отца и меч, который ребенок возьмет за то, чтобы отомстить. Мне кажется, что запущен этот механизм в вечное местье. Не знаю. Не знаю. Может быть, сейчас человечество как-то научилось после фашизма, после покаяния Германии. Как бы уже каких-то претензий к немцам нет. Но Россия-то не покается. Я не знаю, что должно произойти в этой России, чтобы народ покаялся. Пока это, кажется, невозможно. Только после покаяния ее можно будет простить. Ну, тут нельзя с тобой не согласиться. Вот. И будем надеяться на лучшее. Что нам остается делать? Мы только можем надеяться на лучшее. Наше время уже подошло к концу. Так быстро. Да. Мне было с тобой очень интересно. И мне взаимно. Я очень рада. И я желаю тебе новых книг. Спасибо. Да, я очень хочу. И здоровье. Да, здоровье, еще жизнь, чтобы я все, еще много чего успела. И чтобы в следующем году мы отметили десятилетие журнала. Ну, значит, отметим. Обязательно. Должны. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, у нас в гостях была Алена Жукова, писатель, сценарист, издатель. А с вами я прощаюсь и до следующей субботы. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин